Всем привет, меня зовут Ливан Гарози. Ты меня можешь знать как Элвана, который поет песни «Все толстуют локтями». Да, это я. И что у тебя сейчас в плейере? Дафт Панк, Джай Кол, новый альбом «Канье Изус». Совсем неизвестная группа, которая называется «Балкон» из города Берлин. Я недавно ездил отдыхать, встретил их на улице, они играли классическую музыку, я купил диск. Чем вы занимаетесь, сидя в аэропортах, на вокзале? Самое первое, что я делаю, я ищу курилку. Во-вторых, ищу место, где поспать. А во время самой поездки или перелета? Я играю в FIFA на своем айпаде, играю за Барселону, играю недолго, потому что совсем недавно скачал. Параллельно слушаю, конечно же, Музон. А еще я играю в самую ненавистную мою игру, называется «Самая трудная игра». Как представителя сериального проекта не могу не спросить, что ты смотришь из сериалов? Сериалов смотрю очень много. «Игры престолов», прям фанат большой. Моя история с сериалами началась с сериала «Побег», после сериала «Лай ту ми», прям очень-очень не нравился. Есть ли что-то, что ты не успел сделать, потому что стал заниматься тем, чем сейчас занимаешься? Не успел получить диплом. Сдал госэкзамены, но не пошел сдавать диплом. Просто не было элементарного времени. На кого? Журфак. Журналист, телевидение, радио и общение. Это моя вторая попытка закончить высшее образование. Первая была в городе Якутск. Я пытался закончить филфак и стать филологом. Ну, а потом уже здесь, в Москве, журналистом и тоже провалился. Дрон из пятнадцатого спрашивает. Серега или Сява? Сява. Только по одной причине, что я со Славиком очень хорошо знаком. Расскажи, как ты воспринял ситуацию, когда менеджмент Земфиры попросил удалить твою версию ее песни «Жить в твоей голове»? Ну, пользуясь случаем, если вдруг менеджмент Земфиры или сама Земфира посмотрит это видео, что хочу вам передать большой привет. Я являюсь большим поклонником таланта Земфира и большим фанатом ее последнего альбома. Эта песня неоднократно крутилась в моей машине вместе с моей любимой, поэтому я решил ее, собственно, и переделать, потому что она очень близко и где-то внутри. Единственное, я не понял, почему. Сильно по этому поводу расстраиваться нельзя, поэтому привет большой. Я песню не исполняю. Но людям нравится, это самое главное. Вопрос из Твиттера. Спрашивает некто Райан по фамилии Мэзерс. Маклмор или Йелла Вулф? Маклмор. Вообще, сто процентов. Костик Диджей Буч играет специально для меня после концертов за хисты. И вообще, я большой фанат, танцую, пою. Салон элитной ванны спрашивает, где лучше всего придумываются песни? По логике, я должен был ответить на унитазе. Но нет, друзья, песни лучше всего придумываются в самолете. Какие исполнители повлияли на твое творчество? Талиб Квули, наверное, что сразу первое приходит на ум. Кенри Кламар, наверное, сейчас в последнее время очень сильно на меня повлиял. А так, Канье, Джей Зи. Как-то не фанат именно мы совсем, если говорить о каких-то крупных фигурах. Не фанат NWA и так далее. Все-таки, наверное, Талиб Квули и на этом точку можно прям такую поставить жирную, потому что я как фанат, когда он приезжал в Москву, бесился в самом первом ряду. Быть свободным артистом или быть на лейбле? В чем разница и какие плюсы и минусы? Быть свободным артистом на лейбле. Самое прекрасное ощущение, и оно прямо сейчас происходит. У всего есть свои плюсы, у всего есть, наверное, свои минусы. Но если попытаться совместить это все вместе, то получится как раз, наверное, моя история. Черный скинхэт спрашивает тебя. Ты скачал альбом Канье и Иисус до появления его в iTunes? Нет. Я вообще в последнее время покупаю только музыку, потому что, ну, мне кажется, неправильным, если ты пропагандируешь покупку своей музыки на iTunes и самому залазить на торрент, скачивать или скачивать из ВКонтакте. Какие у тебя ближайшие цели, как у музыканта? Проект Solaris осенью. Совсем отличное от того все, что я делаю сейчас. Проект Blackstar Mafia. Мы собираемся на студии и планируем записать его, чтобы он вышел осенью. В январе очень надеюсь уехать из России, чтобы записать свой второй альбом. И, ну, там, не знаю, весна-осень 2014 года. Я надеюсь, все это выйдет. А дальше это слишком уже как-то далеко, но тема очень глобальная и долгая для разговора. Так, Митя Титин из Мэтищ спрашивает, ву-танг или рекросс? Сейчас все фанаты ву-танга, отвернитесь пока. Рекросс. Почему? Ну, я вообще не фанат ву-танга, прям вообще-вообще-вообще. Ну, как бы, просто для меня методмен и ву-танг это вообще абсолютно разные вещи. Ну, я не знаю, Raycon может быть еще. А рекросса я могу даже цикировать. Пуф! У тебя есть обычное житейское хобби? Коллекционирование кроссовок, если подходит под это определение, то да, это мое обычное житейское хобби. Вопрос задавал заслуженный рыболов в Перми, Михаил Червей. Ну, рыбалку люблю, кстати, Михаил. Да. Будет время, зовите порыбачим на Волге, если вы оттуда. А вот и нет. Волге с Перми вот только что написал ответ и написал, что завтра будет у вас на концерте, Ливан. Удочку не забудьте. Ты за свободное распространение музыки в интернете? Да, наверное, да. Мне кажется, все настолько глобально изменилось, что препятствовать этому не имеет смысла. Имеет смысл поддерживать и оставлять выбор за слушателем. Он может ознакомиться, а потом купить твою музыку. Или ознакомиться и прийти на концерты, купить твою музыку. Алла Борисовна или Софья Михайловна? От этого зависит мое будущее. Ты зачем так делаешь? Ну, это спрашивает Лев Валерьянович. Не знаю, как определиться в этом случае. Наверное, все-таки София Ротарова. Не унимается Лев Валерьяновича, спрашивает. А сэмплировать кого лучше? Ни разу не сэмплировал. Хотя миллион рос. Мы, да, пытались. Пытались в свои времена. Но, насколько показывает практика, мне кажется, практика касты. Мы берем это на улицах. По-моему, именно там засэмплирована Алла Пугачева. Говорит нам о том, что Алла Пугачева. Ну и, наконец, финальный вопрос, который мы всегда задаем. Поделись секретом успеха с начинающими музыкантами. Какой-то идеальной формулы не существует. Так, трудолюбие, упорство, маленькая толика таланта. Все. Все. Спасибо. Пожалуйста. Давай, наступай, на ладжи! Давай, на свидание! Диэм, сон, это кураж бомбей!